Телевизионная воскресная школа Вологодская епархия, издревле именуемая Северной Фиваидой, богата православными храмами. И в нашей сегодняшней программе мы хотим рассказать об одном из таких православных храмов. Русь всегда называли святой из-за большого количества храмов, монастырей и иных православных святынь, которыми была богата наша русская земля. К сожалению, 20 век сохранил нам совсем немногое из того былого христианского величия. И даже то, что сохранилось до наших дней, сегодня подчас представляет из себя довольно плачевное зрелище. Одним из таких православных храмов, который не донес до нас своего былого величия и красоты, является храм Покрова Божией Матери в селе Сазонова. Сегодня этот храм является действующим, однако он пережил богатую, но весьма печальную историю. Покрова Божией Матери в селе Сазонова Нашему храму в поселке Сазонова больше 200 лет. Этот храм каменный имел три предела, главный из которых посвящен празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Правая часть храма, престол посвящен Николаю Чудотворцу, в этом пределе и совершаются ныне службы. Левая часть храма посвящена, престол освящен в честь архистратига Божьего Михаила. Храм восстанавливается. В советские времена он был закрыт, использовался как спортзал, как магазин. Сейчас идет восстановление храма. Службы проходят в зимней части, летняя часть храма требует реставрационных работ. И службы здесь проходят достаточно часто, по праздничным и воскресным дням. Приход существует уже 20 лет. И люди, которые живут в этом селе, они любят свой храм, ходят у него. И на службах достаточно много бывает народу. В храме есть иконы и старинные, которые пожертвованы людьми, прихожанами. Есть и новые, которые написаны уже в наше время, опять же, теми, кто желал благо украсить наш храм. В этом году рядом с храмом был установлен надгробный памятник Протеерею Григорию Яковцевскому, который был настоятелем этого храма 100 лет назад и который был основателем и организатором торжеств в честь памяти преподобного Ефросина 100 лет назад. Торжества эти собрали несколько десятков тысяч паломников, которые участвовали в крестном ходу и в богослужениях. Память преподобного Ефросина, нашего святого, она хранится в сердцах здешних прихожан. И в иконостасе предела Николая Чудотворца есть икона Ефросина Синезерского. Молимся ему и просим его о помощи. Приглашаем у вас всех, кто желает посетить наш храм, увидеть его, помолиться в нем и получить ту частичку благодати, которую Господь дает каждому, кто с верою переступает порог храма. Славную вену, православный Христина! Сегодня наступает время, когда мы восстанавливаем некогда порушенные нашими же руками святыни. И сегодня Православная Церковь вызывает каждому из нас, чтобы мы проявили свою любовь и заботу о святынях нашей Матери Русской Православной Церкви. В завершении нашей сегодняшней программы мы предоставляем слово протеерею Роману Лыбко, который отвечает на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. Рубрика «О вере и жизни». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый день, братья и сестры! Вопрос в нашу рубрику поступил такой. А можно ли православному человеку вступать в споры по поводу качества продуктов, недолжного качественного предоставления услуги? Можно ли вступать в такие споры, предъявлять претензии? Вопрос резонный очень, потому что в наше время, чего тут греха таить? Наши телевидения, СМИ, они пропагандируют, что мы должны бороться за свои права, что мы должны добиваться, чтобы нам заменили некачественное, чтобы выполнили работу как следует. К сожалению, на наши плечи это все возлагается. На мой взгляд, лучше бы соответствующие органы с этим боролись должным образом. А нас втягивать в эти грязги не стоило бы. Но это лично мое мнение. А что касается православного отношения, ну понятно, что ведь сразу приходит на ум, мы должны быть смиренны, мы иметь, должны прощать, кроткими быть. Вспоминаем образ Спасителя, его слова, от кого мы должны научиться, кротости и смирению. И вот так вот эти слова на эту ситуацию переносим. Верно ли это? Трудно сказать. В разных ситуациях по-разному. Тут тоже нужно творчески подходить. Ведь из Священного Писания Ветхого Завета, при мудростях Соломона, при мудростях Иисуса, сына Сырахова, в притчах. Есть слова практического, советы практического характера, которые предупреждают, носят нечестности человеческой иногда, о том, чтобы мы не были слишком доверчивы, чтобы мы были достаточно рассудительны в некоторых моментах. Вот здесь как раз и где-то нам нужно искать баланс. Во-первых, конечно, стараться для себя определить цели. А для чего я буду вступать в эти споры? Ну, понятно, что саму цель достигнуть, заменить то, что некачественное, или сделать то, что сделать, понятно, практическая цель. Но, положа руку на сердце, скажем, ведь, что часто это все наши действия сопряжены именно с чувством справедливости, с чувством собственного достоинства, как мы считаем, что раз нас унизили таким образом, с чувством такого, вот даже, я бы сказал, с чувством желания отомстить в какой-то месте, в какой-то мере, не знаю, вылить на человека. Но ведь будем осторожны, ведь что ж... Все мы человеки, всем умеем ошибаться. И продавцы, и те люди, которые трудятся, оказывая там ремонт или что-то другие услуги нам, может ошибиться без каких-то корыстных или нечестных мотивов. Это нужно всегда иметь в виду, прежде чем вступать в какие-то прения по поводу нашего неудовольствия. Непричина достижения справедливости вот такого рода правду матку, должен я сказать, это сомнительная причина. Как это больше движет нами гордыню нашу, ущемленное самолюбие, нежели сама цель. Понятно, что в человеке все сложно, и вот тут очень трудно выявить, а где, собственно, благие, собственно, нейтральные мои намерения, а где вот это вот недоброе, греховное. Но если очевидно, все-таки превозмогает греховное во мне, гнев, раздражение, обида и так далее, то, может быть, все-таки стоит на волю Божию положиться, не предпринимая усилий. Но если уж мы принимаем такого рода решение вступать в споры и прения какие-то действия, нужно помнить о том, что мы не должны отвечать злом за злом, мы не должны отвечать оскорблением на оскорбление, что нужно сохранить благородство Духа твердо, спокойно донести свои претензии к человеку, который отвечает за это законным путем. Законы есть. И они не противоречат ведь христианской морали. И таким образом вот добиваться. В этом есть резон для православного человека тоже. Вот как сказать, вот в некоторых случаях можно, отстранившись от этих забот, не вступая в этепрение, ну, кому получается, к сожалению, бывает так, оставляем это другим. Они потом будут пожинать тоже, если мы не пресечем какой-то момент. Это тоже один из доводов. Но, опять же, он часто у нас смешан с нашим личным «я», с эгоизмом нашим, увязленным самолюбием. Но все же это тоже резонно. Почему только кто-то другой должен с этим бороться? А может быть, стоит и нам приложить усилия, быть в этом отношении тоже мужественным, не только для себя, чтобы и в дальнейшем люди не пострадали. Конечно, по слову апостола Павла, нам лучше оставаться обиженным, нежели обижать. Это вот при этих действиях необходимо иметь в виду. Понятно, что не всем по силам то смирение, которое, ну, к примеру, может быть, это отвлеченный пример, не совсем соответствующий теме, но, мне кажется, он подходит в какую-нибудь несколько. Некий старец жил со своим учеником, которым подавал пищу с маслом. А масло стояло два сосуда. Один сосуд, ну, они где-то рядом, был хорошее оливковое масло. Другой сосуд был специально для технических целей, прогорклый, оно, собственно, использовалось не в пищу. А ученик перепутал эти, как-то переставил эти сосуды и подавал старцу вот это масло в пищу. А тот ел со смирением. А потом как-то сам уже ученик увидел это, свою ошибку. И с ужасом к старцу обратился. Что ж ты мне очень не сказал? Говорит, я достойный этого. Ну, где уж нам такое смирение иметь? То, что мы, чего мы достойны, чего мы недостойны, понятно. Ничего не достойны. Господь нам дарует все, вот, и пищу, и добрую. И то, что люди испортили, к сожалению, тоже Божьи дары принимать иногда приходится. Надо стараться, конечно, нам, прежде всего, в данной ситуации тоже постараться не быть двоедушными. А то бывает тоже так, что в храме человек смиренен, кроток, а выйдя из него, как и лев, рыкающий на всех бросается, и на продавцов, в том числе, и на служащих учреждений. Вот какой-то, вот, нужно очень здесь нам найти верный баланс, верное соотношение. Ну, и напоследок, конечно, права-то мы свои знаем, постигаем, нам дают такую возможность, окружающие организации, средства. Вот, права, права имеем. Будем помнить о том, что наше внимание первостепенное. Стоит на своих обязанностях все-таки заострять, вот, и к себе, прежде всего, быть требовательным, и себя вспоминать всю свою жизнь, прежде чем, вот, предъявлять претензии другим. Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами, и в следующее воскресенье будем непременно ждать новые встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok